Полюбите процесс. И если вы будете ожидать, что вот я похудею, и потом... Там и деньги, и счастье, и любовь. Это огромная ошибка. Огромная. Если это проблема есть, это же надо решать. Почему? Потому что это же заедается. Методика, как с помощью нажатия одного пальца на смартфон, там на экран, реально зарабатывать деньги. Боже, сколько я бы сэкономила на маковых. Я спасаю человеку жизнь и здоровье. Вижу в комментариях, а у меня нет денег. Начать и в 45, и в 55, и можно, и титры еще не идут. Я хочу сказать нужным. Всегда должно хватить сил и веры только на один шаг. Всем привет, дорогие мои. Меня зовут Ольга Чебыкина, и вы на канале «Женщины». Огромное спасибо вам за такое внимание к выпускам с моей гостьей, с экспертом канала Татьяны Демьяненко, которая, как вы помните, является сертифицированным нутрициологом. Кроме того, не просто экспертом в вопросах питания, но человеком, который сам сбросил более 130 лишних килограммов. Кроме того, Татьяна является членом Европейской ассоциации профессионалов фитнеса и основателем первого в России низкоуглеводного клуба. Это вторая часть нашего финального интервью. Оно получилось очень объемное, и мы разделили его на две части. В предыдущей части мы говорили про токсичные отношения с едой и про то, как их разорвать. Тема насущная для многих из нас, независимо от того, сколько мы весим. Например, у меня очень сложные отношения со сладким, я не раз про это говорила. А в этой части мы уже вплотную приближаемся к наиважнейшей теме, потому что ведь когда мы переедаем, как Татьяна пояснила, мы заедаем множество проблем, в том числе недостаток эстетики вокруг нас, недостаток реализации, недостаток любви и многие другие проблемы в отношении. Так вот, в финале серии наших бесед мы подошли к тому, как трансформировать собственную жизнь. Не просто изменить пищевые привычки, а как трансформировать собственную жизнь, перестать едой, закрывать наши прорехи, наши боли и нереализованные мечты и потребности и перейти к этапу, когда эти мечты и потребности мы начинаем не заедать, а исполнять. Я благодарю вас еще раз за то, что вы очень внимательны к нашим беседам и искренне надеюсь, что они помогут вам справиться с теми вызовами, которые стоят лично перед вами. Приятного просмотра, не забудьте подписаться на канал, если вдруг вы этого еще не сделали. У своих девчонок увидели табуированную тему денег. Как вы теперь в проекте это увязываете? Что сначала худеем, работаем с привычками, с весом, потом с деньгами или все вместе? Как это соединить воедино? Что это за система такая? Вообще нужно, во-первых, полюбить процесс, а не результат. Я читала, например, про Японию, но это же вообще совершенно другая культура. И вот я читала, что мастер, который затачивает, значит, меч, он никогда не считает, что его меч идеален. Он всегда видит, над чем еще работать. И он обожает сам процесс. Да. Поэтому я своим девчонком тоже говорю, полюбите процесс. И если вы будете ожидать, что вот я похудею... Там и деньги, и счастье, и любовь? Да, конечно же, это огромная ошибка. Огромная. Мы включаем в курс, просто даже на каких-то мелочах, каким образом, начинать прямо сейчас. У меня есть такая методика, как с помощью нажатия одного пальца на смартфон, там на экран, реально зарабатывать деньги. Вот эти лакомства, которые уходят из нашей жизни в основном, да, когда мы берем курс на здоровый образ жизни, они уходят. Это раз. Во-вторых, они никогда не закрывали нам голод. Никогда. Вот если мы думали, что вот сейчас я съем еще пироженку и вот наемся, это было всегда неправда. Это было всегда про побаловать себя. Да. Я говорю, девчонка, вот ты заходишь пообедать. Пусть это будет столовая. Раньше ты всегда брала вот это, вот это, вот это и компот. Да. По условно, да? Вот смотри, возьми стоимость вот этого компота и прямо в этот момент переведи его себе на счет. Прямо сразу. Раз-два. Раз-два. Смотри, во-первых, ты бы его так и так купила. По-любому бы съела и по-любому бы выпила, какой бы сытой ты ни была. Боже, сколько я бы сэкономила на маковых экземплярах. Ну, я вам хочу сказать, что у нас девчонки с серьезными деньгами выходят. У нас есть случай, она пошла потом, инвестиционные всякие курсы прошла, она инвестировать начала, это стало ее стартовым капиталом. И сейчас хочу провести марафон прям по финансовой грамотности, потому что это прям еще одна у нас незакрытая проблема. Да, я знаю, что эту тему и для себя открыли, серьезно развивайтесь. И в программах, вот когда сопровождаете людей, помимо коучинга, будет еще и финансовая грамотность. И мне говорят, откуда это? Почему вдруг? Во-первых, когда я начинала собирать группы, и вот кажется, я спасаю человеку жизнь и здоровье. Но это правда. Да. И я вижу в комментариях, а у меня нет денег. А курс, например, стоил 3,5 тысячи рублей. 3,5 тысячи рублей. И пишет женщина, а у меня нет денег. Когда в 40 лет или там, не знаю, в 30 лет у тебя нет 3 тысяч рублей, это тот момент, когда ты должен себя задать вопрос, что с твоей жизнью? Вот я сейчас сказала, у меня вот здесь вот сразу напряглось. И я понимаю, что... Ну что, дорогая Таня, если ты хочешь, чтобы к тебе на курсы приходили люди, ты должна дать людям деньги. Девократия. Что это за проект? Вообще кайфует название. Я люблю язык, люблю игру слов. Расскажи, пожалуйста, про него. Я все время обращалась к подписчикам. Где вы, где вы, где вы, где вы? Я честно скажу, я не настолько гениальна. Я пошла к специалисту по неймингу. Если вы знаете, да, кто это? И вот из меня вытаскивали эти смыслы. И вот так родилась Девократия. Девократия – это проект, мы называем ее академия, ну, самоназванная академия по трансформации жизни. И начинается все, конечно же, с трансформации тела и от модуля к модулю. И мы трансформируем и вопросы зависимости, пищевой зависимости, сахарной зависимости. И недавно модуль был у нас встречи и секса, дорогие мои девочки. Потому что все наши проблемы «я не хочу, муж хочет» или «я хочу, муж не хочет» – это все тоже заедается. Поговорить об этом не с кем. И дойти до сексолога не каждый может. Вот если спросить у подписчиц, вы были сексолога, а проблемы есть, есть? Я, когда читала комментарии, ну, это же просто страшно. Да. Страшно. Мы там шесть лет спим, мужем в разных комнатах, и вот такие вещи. Нет потребностей, не закрытым. Ну, то есть, смотрите, я, когда девчонки приходили на этот эфир, я сразу говорила, вот если у вас сейчас все окей, вообще нет проблем. Да, ты спишь с ним там восемь-двадцать лет в разных комнатах, но у тебя это вообще не понятно. Уходите, пожалуйста, не слушайте меня. Почему? Потому что получится, помните, в мультфильме, когда один умный кролл учил ходить эту сороконожку, ты из той ноги пошла и упала. То есть, если ты нормально идешь со своими сорока ногами, и как, все, не слушай меня. Но если это проблема есть, то это же надо решать. Почему? Потому что это же заедается. Да. Я же не самая такая, как говорят, ну, я же вижу, что она заедается, значит, это нужно решить. Ну, и, конечно же, венцом у нас стал этот курс профессиональный подготовка. Как людям дать деньги? Нужно дать людям обучение, чтобы не отставали от современного мира. И я понимала, что боимся, обманут, мошенники, вот это все. Значит, что у меня логично было так в голове? Если я провела девчонок к трансформации тела по своему пути, ну, давайте я теперь проведу девчонок к трансформации финансовой по своему пути. Отсюда вывод, дам ту профессию, собственно, которая помогла мне стать финансовой независимостью. Так родился наш курс, и сейчас первый поток идет. Совершенно потрясающие уже результаты. И мы гордимся этим очень. Я не смогу, конечно, помочь всем, но в нашем... Выпускники смогут стать наставниками для других. Да, да. Я собираюсь все на пенсию в плане похудения, честно говоря, и собираюсь своим выпускникам благословить. Передать. Я считаю, что человек каждые как-то 5-7 лет, он меняет сферу деятельности, выходит куда-то в другую сторону. Я уже вот наметила себе. Да. Теперь девчонкам говорю, только попробуйте слиться, потому что вы тогда просто отсрочите мне мою пенсию. Еще один важный триггер про возраст. Все равно хочу вернуться. Мне, конечно, скажут, наверное, что я какая-то эйджистка. Нет, не поэтому. Просто я хорошо знаю женскую аудиторию. Я даже когда писала книгу, у нас был один из вариантов названия, книгу про блогинг и искусство публичных выступлений. Один из вариантов названия был начать в 35, потому что я, по сути, в 35 лет стала интервьюером на ютюбе. А до этого классика жанра. Я работала на телеке, то есть это не вау, какая карьера, но это хорошая реализованность, это тебе локальную известность дает и так далее. И просто в понимании многих людей блогинг на ютюбе, ну это тебе должно быть ну 16, ну 18, ну 25. Но 35 ты тетка, там с детем, со вторым браком и так далее. Это немножко странновато. Сейчас много возрастных, я была одна из первых. А начать в 45, ближе к 45 и самостоятельный, вот такой трансформирующий и саму создательницу учеников инфобизнес, сложная тема и совершенно другой уровень дохода и финансовой независимости. Было ли это, опять же, сильным ограничением? Сколько себя пришлось бороть? И давай скажем всем, что начать и в 45, и в 55 можно, и титры еще не идут. Я хочу сказать, нужно. Во-первых, возрастная аудитория скорее больше и быстрее поверит именно возрастному учителю. Супер. Это правда. Во-вторых, эта аудитория очень сильно недооценена. Как-то все вот это вот настроено на молодых. А в женщины наши старше 45-50 их как будто нет. Вот для них как будто ничего нет. А я вам хочу сказать, во-первых, они закрыли все свои вот эти вопросы с детьми, с мужьями, с бывшими мужьями, с родителями. Они абсолютно свободны. Могут для себя. Они прожили все эти жизни, свою еще не жили. И дайте им ее, понимаете? Дайте. В общем, если кто-то смотрит в эту сторону и хочет реализовать себя, и вы уже старше 40-45, дорога абсолютно открыта. Ведь было трудно когда, когда еще раз говорю, ты ищешь какие-то примеры, а их нет. И тебе приходится себя уговаривать, что не поздно. Но на самом деле, когда ты в это вливаешься, вот начинаешь, всегда должно хватить сил и веры только на один шаг. И следующий шаг. Не думай, вот туда дальше не думай, сделай его. Дальше у тебя должно хватить сил и веры на еще один шаг. И на еще один шаг. Вот так же я. Так, я смотрела по сторонам и нашла парня. Он был совершенно какой-то космический блогер в ВК. Он матерился. Тогда этого вообще было очень мало. Это сейчас очень много табуированной лексики у нас. Каждый выражает себя как хочет. А тогда этого было очень мало. Я это увидела и думала, господи, насколько он свободен. И он говорил слова, охваты, таргеты. Я не понимала их вообще. Но что я сказала себе? Давай так, Таня. То, что ты понимаешь, то и делай. Вот просто повторяй за ним. И повторяй так, как ты поняла. Вот он что-то пишет на стене, и я что-то пишу. Он что-то пишет, и я что-то пишу. Он пишет. Ребята, я тут придумал для вас очень интересный курс. И я возьми и брякни, вы понимаете? А не возьми и приди. Поэтому просто делать. Много, еще раз говорю, я поскольку я в этом кручусь во всем, верчусь. Я очень много смотрю вебинаров, эфиров у своих коллег. Но темы меня мало интересуют, почему они очень похожи. Это не значит, что они плохие. Но тем не менее, они очень похожи. Меня интересуют, конечно же, комментарии. Что-то, что-то. Я прям вся в этом. Я очень много читала комментарии у вас. Потрясающие подписчики у вас, серьезные. Это правда. Я в хейте там вообще негатива никакого не вижу. Соответственно, аудитория, работаем, да. Обратная связь потрясающая. И вот, например, смотрю, там кто-то учит делать карту желаний. Сразу говорю, я тоже делаю карту желаний. Только за, пожалуйста. Понимаете? Да. Вот честно. Главное, что я не только на карту желаний надеюсь. Тем не менее, визуализация, это круто. Это все работает. И вот, значит, ведущий говорит, значит, представили там, нарисовали. А теперь напишите один шаг, который вы сделаете. Вот первый шаг. И вот девушка пишет, слушайте, если бы я знала первый шаг, я бы давно его уже сделала. Это круто. И я ее понимаю прекрасно. Если кто-то сейчас вот нас послушал и думает, да, я хочу, например, я хочу эмигрировать, учиться там за границей. Я хочу замуж за иностранца или, неважно, за соотечественного. Я хочу реализоваться и зарабатывать миллионы. В России сейчас все возможно. Но я не знаю элементарно, с чего начать. Я могу поделиться, с чего начать. Есть наверняка много секретов. Есть наука как целеполагание. Я могу свой секрет сказать. Всегда, если вы столкнулись с задачей, и вы даже не приложите ума, как сделать первый шаг к решению задачи, всегда найдите того, кто это уже сделал. И просто повторите его. И вот здесь, если есть такое ограничивающее убеждение, ну разве он поделится своим путем? Делится. Делится Тинькофф. Что мы тут вообще делаем с вами? Сейчас сидим на бесплатном ресурсе. Все делятся. Если вы идете мимо какого-то поста, автор пишет там что-то, я не знаю, как закрутить там огурцы замариновать, а у вас же самый лучший рецепт маринованных огурцов, разве вы пройдете мимо? Нет. Люди, в каком бы статусе они ни находились, обожают делиться своими секретами. Это подтверждают как коммуникатор. Я всегда студентам в своем университете говорю, они задают мне вопрос, типа, как разговаривать с человеком? Я говорю, вы вообще не тот вопрос задаете. Потому что огромное количество людей хотят реализовать свою менторскую потребность. Вот мы в начале выпуска говорили о том, что потребности самые разные. Потребность поделиться, потребность научить, отдать свой опыт, пойти дальше, она очень-очень сильная. У огромного количества людей есть, людей, достигших определенного ментального, финансового уровня и так далее. Забирайте все, что сможете унести. Смотрите интервью. Смотрите, там обязательно проскользнет этот путь. Вот с чего начал. И дальше, дальше, дальше куда пошел. Нелюбимая работа для многих тоже, это как закономерная константа в их жизни. Илон Маск классно про это сказал. Он говорит, когда меня спрашивают, там про предпринимательство, как там сделать свой стартап, и говорят, люди не готовы, типа, вроде как там 2-3 года каких-то лишений, какого-то напряжения во имя какой-то цели. А 40 лет ходить на нелюбимую работу, они готовы как с добрым утром. То есть ты не готов 3 года рискнуть повпахивать, но зато 40 лет готов ходить туда, где ты думаешь, ой, ненавижу, скорее бы пятница. Для меня это всегда было звоночком. Человек что-то неправильно делает. Я не знала дни недели никогда. У меня суббота и понедельник одинаково хороши. Я счастливый, неадекватно счастливый человек. Мне все надо, мне все, я хочу. Огромное количество людей. Среда, маленькая пятница, мы высчитываем дни до выходных. Люди с нелюбимой работой, которые попадают в твои руки, в твой телеграм-канал, на платные продукты, на бесплатные продукты, что ты им говоришь первое? Потому что миллионы людей ходят туда, куда не хотят ходить за минимальной гарантией финансовой некой псевдо-стабильности, псевдо-безопасности. Это всегда вопрос про то, что я точно знаю, как я не хочу, но я не знаю, как я хочу. Я помню, у меня бабушка говорила всегда, ты знаешь, мужик, он никогда, даже если ему очень плохо с какой-то бабой жить, я вот бабушкину лексику, если можно, употребляю. Вот если мужику с какой-то бабой очень-очень плохо, ты знаешь, Танька, он никогда не уйдет. Он уйдет только, когда есть куда уйти. Вот если он другую встретил, он уйдет. Уходит не от кого, так кому-то. Вот это та же самая ситуация. Та же самая. Да, она не любит то, чем она занимается. Или он. Но вот, а чем ей еще заняться? А кто мне даст гарантию, что у меня получится? Здесь-то у меня хотя бы что-то. Мы же все ждем гарантии. Да. Гарантии. Поэтому, женщины, если сейчас вы задумываетесь о том, что я недовольна тем, что у меня есть, и я хочу это изменить. Во-первых, всегда говорю, ни в коем случае не рубите с плеча. Вы должны быть защищены. Поэтому осваиваем новое. Параллельно. Да. Здесь вот мозги ни в коем случае не сжигаем за собой. Нет, это не женская история. Не женская. Сразу мне скажешь, ну не все же рожденные бизнесмены. Это правда. Это опять вопрос образования. Слушайте, есть профайлеры? Есть специалисты, реально, которые посмотрят вот это предназначение. Такое слово непонятное, кем ты рожден. Но реально профайлинг может тебе рассказать. А что для тебя подходит? Мы приглашали просто к себе профайлинга. Такой подарок делали нашим лучшим выпускницам. Она брала трех лучших выпускниц и смотрела, и говорила к чему. И вы знаете, там были такие потрясающие истории. Кто-то реально был рожден бизнесменом. А была женщина, учительница русского литературы. Но она настолько уникальна, что быть обычным репетитором, вот это была не ее история. Понимаете? Она очень дорогой должна была быть репетитором. Потому что она, ну, я не знаю, Тургенев. Понимаете? И вот она сидит, и что я, как я цены-то назову? У нас-то вот в моей-то деревне, ты понимаешь, все это сто рублей. Кто-то должен прийти и сказать, что ты можешь. И когда ты говоришь, слушай, есть же интернет, а ты же, ты же за три месяца там готовишь к поступлению. А была женщина, она была медсестра, но она такой педант. И когда вот это вот раскрывается тема, когда говоришь, слушай, тебя твой работодатель на руках носить будет, когда он видит твои скиллы. Ты просто должна это показать. А как я подойду и скажу ему, что я больше хочу зарабатывать? Да элементарно. Люди просто учат этому. Вот просто учат элементарно подойти и сказать. Она говорит, да я не хочу менять работу, я прекрасно. Но мало денег. Поэтому ты уже можешь стать старше, Митя. Слушайте, у меня было потрясающе. Можно расскажу? Пожалуйста. Я помню, лежала в клинике, мне удаляли желчный пузырь. И со мной, она у меня в телефоне записана так. Аня красавица. Блондинка, потрясающая, с пышными формами, распухлялая. Она сидит и рассказывает, значит, вот третью квартиру в Москве покупаю. Мне всегда это была интересная история успеха женщин. А приехала она из Оренбурга и устроила уборщицы. Она устроилась. А сейчас кто? И сейчас уборщица. Я думаю, у них фирма с ним. Что ты говоришь? Где нужно прибраться? И вот такая история. Она говорит, ты понимаешь, какая ее уборщица? Я с помощью, значит, зубной щетки и хозяйственного мыла могу убрать любую грязь и вывести любые пя. И она уже не клинер, не уборщица, она уже директор в этой же фирме. А потом она еще обучает этому. Там нет какого-то суперобразования. Она абсолютно простая. Она уборщица. Просто она безупречно делает свое дело. Или как мне недавно писали, я всего лишь швея. Здравствуйте. А я говорю, ну, слушайте, я знаю швей. У меня он есть знакомая швея. Она просто детский текстиль на кроватке. Да. Ну, мама дорогая, там же шедевры. Только она же освоила не только свое мастерство видеосъемку, фотосъемку, продвижение, искусство коммуникаций. И теперь она говорит, она мне стоит в 20 раз, в 40 раз. И что, покупает? Да покупает. Я обожаю это повторять. Это очень важная тема. Я такое слово использую. Не все понимают его значение правильно. Вот если вы свой профессионализм, любовь к своему делу доведете до иступленного совершенства, это ценники x10, x100 за то же самое, как будто бы, хотя не за то же самое. То есть никто не призывает вас отказываться от любимого дела. Можно всегда найти то, как зарабатывать на нем больше и как это будет цениться. Все богатые люди стремятся к чему? К эксклюзиву, к винтажу, к ручной работе, к личному вниманию части. К комфорту. Самый дорогой тариф какой? С наставником лично, когда общаешься, а не в записи смотришь. Почему? Потому что эту энергию там никто, никак никто не заменит. Поэтому иступленное совершенство. Вот у меня есть чудесные девочки, вот они делают шляпы. Я в Москву за этими шляпами летаю, вот я в ней выхожу, и я получаю в этот день 10 или 20 или 50 вопросов, где вы купили эту шляпу. Просто мне не нужно лейбл носить, мне не нужно пакет брендированный от них носить. Просто она на мне, этим сказано все. И таких примеров тысячу про любое там платье, или когда я поменяла визажинство, все стали сказать, Ольга, боже, как вы прекрасно выглядите, у меня появился просто другой человек, который это делает. И там очередь, не благодаря мне, а просто человек безупречно делает свое дело. Поэтому, девочки, очень важно, всегда можно на любимом деле зарабатывать очень много, и к любимому делу всегда можно прийти. Есть такое выражение про профессию второй половины жизни. Вот мы с вами похожи в этом смысле интервьюер профессии второй половины жизни. Чем я старше, тем я круче могу быть как интервьюер. И коуч, и наставник, и преподаватель, и бизнесмен профессии второй половины жизни. Чем более опытный, тем более крутой. Вот к нам, девчонки, приходят, например, на нашем курсе, да, коуч натрецеолог, и самый страшный страх это же продажи. Как я себя продавать-то буду? Да, это тоже стыдновато. А, например, у нас преподаватель совершенно потрясающий, и я спрашиваю, Оль, а как ты вот с продажами? Она говорит, да какие продажи? У меня, прости меня, на несколько месяцев очередь вперед, меня же просто из рук в руки передают. Если ты одному дал результат, человека не интересует ничего, кроме как дай мне телефон. Просто дай мне этого человека. И я с вами, членка, просто давайте результат. Просто давайте результат. Больше ничего. А можно перетягивать ваш опыт и знания даже из нелюбимых сфер, где уже выгорание произошло, в другие сферы? То есть вы же каждый день ходите, если даже не совсем комфортно по экологии в коллективе или по деньгам, найдите то, в чем вы там прокачиваетесь, и это можно перенести в новую профессию. Вот в вашей профессии химик же изначально есть что-то, что оттуда переходит в новые и новые сферы. Конечно, это же напрямую, это напрямую, нутрициология, а это всегда химия. Это химия, это формулы, и вот оно. Хотя можно быть химиком и 200 с лишним килограммах на заводе, а можно совершенно в другую всю эту историю ввести. И кто знает, может быть, если вы сейчас химик, вы потом будете владелец фармакологического предприятия. Вот сейчас будет у нас импортозамещение, и всем нужны добавки, лекарства. Дерзаем. Есть уже профессии, которым вы конкретно обучаете, ведете на курсе, то есть какие-то точные направления, куда вы вводите своих подопечных? Вот коучин, мы создали эту профессию, мы за нее отвечаем, потому что я в этом профи, мой партнер в этом профи. Так что, если кто-то смотрит в эту сторону, добро пожаловать. Что надо иметь, кроме желания? Ничего не надо иметь, кроме желания, вообще. Самое главное. Даже уверенности не надо иметь, мы вам ее дадим. Осталось сказать, только контакты, как всегда, это у нас стандартная тема, в описании к этому видео всегда есть активные ссылки, но более того, если вдруг уж средства связи отрубили, пожалуйста, комментарии будем читать, на ютюбе можете любые вопросы задавать. В своем канале я отвечаю всегда сама и читаю все комментарии сама. Мой канал, это мой мир. Если сейчас вот даже какие-то вопросы возникают, заходите, где-нибудь под постом напишите, я все увижу. И напоследок вопрос. Люблю про это разговаривать с людьми увлеченными, которые точно знают, чего хотят. Есть понимание себя, например, через 5-10 лет? Да. Я думаю, что я буду второй рокфеллер. Я в финансах хочу. Так что, как вы поняли, друзья, на этих съемках у меня не только важное такое эмоциональное знакомство. Я вообще обожаю своих героев. У нас вообще нет никогда героев с какой-то блеклой историей. Вообще жизнь человека, конечно, похлеще любого триллера, любой драмы и комедии вместе взятых, но еще и перспективная с финансовой точки зрения. И, кстати, вот мы немножко эту тему затронули про окружение. Ведь люди, приходящие к вам учиться и подписывающиеся на телеграм-канал, участвующие в обсуждении, соприкасающиеся с вашей энергетикой, они ведь еще закрывают еще одну очень важную потребность в качественном, крутом, умном окружении. Вот, кстати, тоже не закрытая потребность. Мало кто об этом думает. И когда у меня спрашивают, типа, как мне сменить свое окружение, у меня есть такой тезис, я когда-то его там на открытой лекции сказала и не устою повторять, радуясь собственной гениальной формулировке. В нашем веке информационных технологий я не понимаю этого вопроса, как сменить окружение. Если ты читаешь Конфуция, твое окружение Конфуцией. Если ты пришел, подписался на канал Татьяны, значит, твое окружение Татьяна, ее единомышленники, люди, работающие в команде, люди, достигающие грандиозного результата. Очень просто. Если подписаны на мой канал, на канал женщины, на каналы известных вам любимых блогеров, не знаю, литературоведов, специалистов по истории искусства, это и есть ваше окружение. Все в ваших руках, а не пироженку вместо этого есть. Спасибо огромное, Таня. Спасибо. Я просто поглощена вообще вашей энергетикой, вашей грандиозной историей. Желаю дальнейшего успеха. И почему-то у меня есть ощущение, что не в последний раз. Не в последний раз мы видимся. Приглашайте. Да. Очень буду рада продолжить наш разговор, потому что многое осталось за кадром. Более того, у любого наставника с каждым днем все больше и больше опыта и кейсов раскрытия его учеников. Так что не будем останавливаться. До встречи. Спасибо огромное и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова